Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете, иногда что-то в жизни мы ведь видим все через призму своей маленькой жизни в 120 лет. А на самом деле мы много раз приходили в этот мир и так далее. Обратите внимание, почему Пинхасу не положено сразу, вот он лежит из рода коинов, почему ему надо такой совершать великий поступок, чтобы получить от Бога уникальную вещь, коинство, которая, по идее, ему должно было получить по рождению. Написано, что так иногда рождается, знаете, был человек, вот, и я всегда пишу, что Рабиханина, который от рождения было в связи с его прошлым перерождением, он не мог заработать деньги. А здесь было, что в мистических источниках утверждается, что душа Пинхаса, мы уже говорили, все этот круговорот душ в природе, из того же небесного источника произошло, что кто? Каин, это перерождение Каина. А Каин, как известно, убил своего брата Авеля, и еще на заре человечества. А согласно книге Зар, коин, совершивший убийство, она всегда теряет свой статус священный. И так уже складываются жизненные обстоятельства потом, но все вот помещается в то, что решено на небе. Поэтому Пинхас лишился, из-за Каина, представляете, из-за Каина, лишился своих прав и возможностей передать этих потомков. Каин как бы отобрал у Пинхаса статус коина. Иногда, когда, не дай бог, мы совершаем какой-то нехороший поступок, но мы должны понимать, что он отражается потом, или наши предки совершили, а мы потом... Так получается. Как же получилось другое, задумайтесь. Как убийство, совершенное Пинхасом, ликвидировало ущерб от убийства Каином Авеля? Как это может быть? Нам объясняют мудрецы здесь. Имя Каина образовано от того же корня, что из слова Киньян. А Киньян это что на еврейке? Приобретение. Где это появилось в первый раз в истории мать Каина? Хава сказала, приобрела я человека вместе с Богом. Тогда это и появилось. В еврейской традиции вообще приобретение это как существование. Написано, Бог приобрел небо и землю. То есть обрела небо и земля, небо обрели существование. И вот это приобретение означает действие, которым созданы были небо и земля. Понимаете, здесь не так просто, но попробуйте. В глазах Каина он был как бы единственным приобретением. Вот он единственный. Когда появился брат, это уже как-то ущемило его немножко. И в этом корень каждого зла. Нет места написанного для Бога в мире, который заполнен целиком моим я. Если здесь кругом я. Какой Бог? Ну о чем вы говорите? Я это основа атеизма своего. Я порождение зависти. Все от я. И от я самое эффективное средство избавиться от зависти. Уничтожить объекты. И все. И этим источником еще раз. Вот отсюда есть и зло и добро. Кстати, именно поэтому написано, что чувство собственной значимости имеет позитивную еще сторону. Каждый человек, например, говорит, мир создан для меня вавилонский. Там Талмуд вавилонский так сказал. В каком смысле? Это уже другая часть мира. Да, мир так создан, что вот для тебя, для каждого человека мир создан как бы отдельно. И мы это не всегда понимаем, но мир создан для тебя. И когда Пинхас возревновал за Бога, отомстил там за попрание его имени, он привел в действие позитивную сторону Каинова вот этого эгоцентризма. То есть он как бы, знаете, как проливающий кровь, которому предрешено. Он может быть Мойлем, а может быть убийцей. Такое дело. Поэтому если человек делает что-то важное, сказали мудрецы, тем более если он не обязан делать, он сам раскрывает вот свое другое я. Вот это великое я, которое вместе с Богом уже тогда работает. Есть еще очень интересный вопрос. Савранский Рэббе его задал. Отчего Пинхас, вот, то же самый вопрос, почему он ни разу не проявил неудовольствие за все это время. Можно было бы сказать, что, слушай, мне положено поднять, вместе присоединиться к бунтовщика, поднять скандал. Он молчал. Он молчал. И благодаря этому, что все считали, что он ущемленный, как бы, что когда он уже последний пошел к земле в шатер, его бы не пустили, если бы это было бы щенкой. А все думали, что да, ну конечно, он же там ущемленный. И вот теперь урок тоже для нас важный. Молчание Пинхаса, сына Лизара, сына Харона, как сказано, в течение почти сорока лет, без жалоб вот этих, да, обеспечило что? Успех замысла Всевышнего. Это позволило Пинхасу стать Пинхасом. Если в жизни иногда, не дай бог, конечно, но если иногда мы чувствуем себя незаслуженно обиженными, или не получившими какого-то, как мы считаем, заслуженного, потерпите. Написано в толковании к нашей недельной главе, положитесь на Творца. Положитесь, скорее, даже на его замысел еще больше. Любой недостаток имеет в виду заполнение, а иначе он недостатком не является. Поэтому Бог лучше знает, все будет хорошо. Брахав и Ацлахав.